Здесь мораль, любовь и честь подменяются алчностью, распущенностью и корыстью. Не опера нищих. Фрик-постановка без антракта по пьесе Джона Гея. Во Владивостоке представляют современную интерпретацию знаменитой пьесы. Авторы предлагают антиутопию – среду обитания маргиналов, которые живут по модели традиционного общества. Хочется что-то такого неизвестного, нового и очень талантливого, яркого и для молодежи. Во Владивостоке за постановку отвечает режиссер Тамара Данцегер-Дельсаль. По ее словам, человеческая природа неизменна, поэтому спектакль актуален и в наши дни. Однако, работая над постановкой, она сохранила основную канву и стиль оригинального произведения. Это сатирическое, ну это комедия положений, да, если мы берем как бы внутри спектакля, потому что там, да, канва несколько иная на выходе. Это гротеск, сатира, острая политическая сатира. Действия на сцене переносят в среду обитания бандитов и проституток. И зритель понимает, что маргинальные элементы живут по моделям, принятым в традиционном обществе. Схожесть в пороках разных социальных групп почти стопроцентная. Это хотели сказать авторы в 18 веке. Это говорят и режиссер, и актеры в 21. Одна из ролей досталась Евгении Серебрянской. Она играет роль Люси Локит. Музыкальные спектакли, если это все душевно, если это все качественно сделано, а если это еще и весело, вот, я лично считаю, что мюзикл вообще в принципе в стране, он не прижился, потому что это вот не наше, это инородное. Я считаю, что на Бродвее люди, вот они родились, да, для того, чтобы петь на Бродвее. А у нас скорее пародия на способ существования этого. Пресс-конференция также была посвящена вступлению в должность директора Игоря Селезнева, который выразил свое мнение по поводу актеров театра, а также рассказал о будущем театра молодежи. Меня порадовал профессионализм и хорошая форма артистов. Прекрасная, талантливая труппа, поэтому, безусловно, нужно развиваться, есть над чем работать. Ни в коем случае мы не должны стоять на месте. Я как театральный человек, безусловно, за новые формы, за новые проекты. Также Игорь Селезнев отметил, что сейчас ведется активная работа над разработкой логотипа. В планах присутствует и ребрендинг театра. Директор не исключает, что изменения могут быть кардинальными. Касательно действующего репертуара новый директор отметил, что чтобы что-то убрать, надо дать зрителю новое. Политика театра молодежи должна быть направлена на молодежь, на воплощение интересных проектов. До конца этого сезона планируется ряд премьер. В марте, кроме спектакля «Не опера нищих», зрители видят алые паруса в постановке Лидии Василенко и молодую гвардию, над которой будет работать Сергей Рудинок. А новый сезон откроется парадом премьер в конце октября 2018 года, когда театр молодежи вернется с гастролей из Иркутска. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова